Скажи, с точки зрения внутренней ситуации в России, что означает этот самый мятеж, значит ли он то, что, ну, как многие говорят, какой-то подрыв, там, доверие к Путину, совершенное, значит, продолжение движения России по пути фэлт-стейт и так далее? Ну, конечно, трудно спорить с тем, что восстание наемников в ТУ это довольно странное событие для устойчивого государства, понятно, что это плохо, но здесь, мне кажется, проблема, собственно, известна, откуда взялась. То есть зря Путин решил пускать из тюрем отморозков, раздавать им оружие и отдать их в командование человеку с сомнительными, скажем так, вообще устремлениями, потому что как человек из ресторатора стал командиром банды наемников международной, это вообще довольно странный, интересный вопрос и странный выбор Путина. Ну, вот, собственно, он и получил за свою кадровую всеядность. Не стоило, наверное, ему доверять Путину, не стоило давать такие большие полномочия Пригожину, не стоило пускать из тюрем отморозков. Это, так сказать, вот такой простой частный вывод, и не только Путину, кстати. Если кто-то, так сказать, учится на чужих ошибках, то вообще не стоит так делать. Это плохая идея была выпускать на поле, на игровое поле такую фигуру, как Пригожин с бандой отморозков. Что касается системы, то здесь я бы, честно сказать, я не очень понимаю, почему многие комментаторы так активно рассказывают, что это какой-то обвал системы и Путина. Во-первых, это было не восстание против Путина, а восстание против Шойгу и Герасимова, о чем, в общем, все время говорил Пригожин. И только уже в конце, когда Путин выступил и довольно жестко его осадил, вот тут, собственно, я так понимаю, началось сливание этого мятежа, начались какие-то переговоры, которые очень долго длились и к вечеру разрешились. То есть, первое, никакого восстания против Путина не было. Было восстание против Шойгу, значит, и Герасимова. Второе, никакого всенародного ликования по поводу восстания против Путина тоже не было. Ростов это довольно большой город, и то, что там нашлось несколько сот или несколько тысяч фанатов Вагнера и войны в Украине, которые пришли поприветствовать героев войны в Украине, ни в коем образом не говорит, что эти люди пришли приветствовать бунтовщиков против Путина. Но они явно так не воспринимали. У меня, знаешь, впечатление, мне хотелось бы чуть-чуть остановиться здесь, прежде чем пойти дальше. У меня было впечатление, ну, что кроме того, что это было частично инспирировано самими вагнеровцами, да, кроме этого, мне кажется, это скорее против местной власти было. Ну, как бы местная власть их заколебала, полицейские, которых они потом, значит, встретили тоже как-то не очень ласково, которые трусливые, которые обирают их и так далее. А тут пришли какие-то люди, которые воспринимаются как нечто свежее, нечто такое свое, ну, еще и с войны, наверное, там, с военной техникой, в танк этот, у цирка и так далее. Я согласен, я согласен, что это были люди, которые вышли туда совсем не потому, почему многие из наших, так сказать, иммигрантских комбинаторов хотели бы, чтобы они вышли. То есть я вообще сомневаюсь, что если у человека, так сказать, какие-то антипутинские и, не знаю, там, антипутинские взгляды, и он живет в Ростове, то ему пришла бы такая счастливая мысль пойти и тусоваться в обществе вагнеровцев и Пригожина, да, учитывая всю их кровавую предыдущую свалую и то, что они просто отморозки бандиты и военные преступники. Вот если бы я живу в Ростове и был против Путина, последнее, что бы мне пришла в голову мысль, это идти туда, где тусуются вот эти вот сумасшедшие убийцы украинцев, приветствовать их и тусоваться с ними. Очевидно, та публика, которая высыпала их встречать, это была очень специальная, специфическая публика, который нравится именно конкретно Пригожин и его похождения, так сказать, в Украине, частично настоящие, частично им же и выдуманные, а вовсе не какие-то противники Путина. Поэтому я вот возвращаясь к основной, так сказать, мысли, скажу, что я не увидел здесь какого-то обвала системы. Да, их пропускали, но возникает вопрос, а был ли приказ их не пропускать? Если с самого начала Путин решил не превращать это в какую-то, значит, кровавую баню, ну, потому что, я думаю, самый большой страх был, что они засядут в Ростове, и Ростов придется штурмовать, вот это действительно был бы неприятный сюрприз. Поэтому вполне возможно, что им дали как бы возможность растянуться вдоль дороги, куда-то двигаться, а параллельно с ними велись переговоры. Опять же, если мы посмотрим на итоги вот этого мероприятия, то мы увидим, что Пригожин пока, во всяком случае, не добился ничего вообще. Вагнера у него отобрали его, высвали в Беларусь на непонятных каких основаниях. Дело, как мы сегодня утром пишет коммерсант, не прекратили. Шойгу на месте, Герасимов на месте, Путин на месте, фронт на месте. Там происходят какие-то, так сказать, истории, украинские десанты и так далее, но сказать, что прям фронт рухнул, обвалился и так далее, пока, во всяком случае, такого нет. Поэтому мне кажется, что это был такой действительно попытка мятежа внутри власти, не против власти, а между, так сказать, разными ветвями власти. И, в общем, как это ни печально, например, не признавать, он был довольно быстро, оперативно купирован властью, потому что, конечно, я бы хотел, чтобы эта драка жабы с гадюкой продлилась дольше, и в процессе вот этой драки они друг друга как можно активнее уничтожали. К сожалению, и жаба, и гадюка живы, и, так сказать, функционально. Это очень печально. — Фёдор, вы говорите, что многое зависит от того, был ли отдан приказ за остановить Пригожина, но, получается, Путин просто так вышел, записал обращения, назвал их мятежниками, сравнил это с революцией 1917 года и пообещал всех наказать. — Смотри, вот я просто читаю ростовское СМИ, 161.ру, они пишут о том, что федеральный центр запретил вмешиваться в ситуацию, в Ростове, то есть тот первый город, который был на пути, пока не будет дана соответствующая команда. Уже после отхода отрядов ЧВК из города разъяснили основные цели — сохранить мир и обезглавить тех, кто хотел предать родину. Было приказано сидеть мирно и ждать решения, чтобы не прозвучало ни одного выстрела, говорит собеседник, комментируя ситуацию. Да, организация пребывания сотрудников полиции оставляла желать лучшего, их блокировали там просто, потому что именно к этому никто, жизнь нас к такому не готовила. — Ну, я, собственно, это имел в виду. Во-первых, давайте честно, этот чиновник может и врать, конечно, задним числом прикрыть свою задницу они всегда любят, но в целом я думаю, что в этом есть какой-то здравый смысл, потому что я не очень понимаю, как, условно говоря, российские чиновники или даже полицейские ростовские могли бы сопротивляться людям на танках и с вооружением. То есть у них, в общем-то, нету для этого никаких ни навыков, ни оружия. Поэтому то, что им всем предложили не встревать в это дело, а предоставить возможность разобраться с мятежниками более тяжело вооруженным силам, а мы помним, что их там пытались и бомбить, и обстреливать, в общем-то, им продемонстрировали, что в случае чего их будут бомбить, вот это было. Поэтому то, что многие комментаторы списали на нежелание местных властей сопротивляться, неумение, ну неумение, да, но, скорее всего, был дан четкий приказ, что разбираться с мятежниками будут те, кому положено, а ваша задача не провоцировать, спрятаться, значит, и сохраняться, пока все это не рассосется. И оказалось, что стратегия правильная, потому что никакая анархия Ростов-то не охватила. Как только оттуда удалились вот эти вот вагнеровцы из центра Ростова, там что, рухнула путинская власть, ушел в отставку губернатор, все обвалилось, да нет, там все, я так понимаю, функционирует российская власть, действуют законы Российской Федерации, полиция, ФСБ, все на месте. Кстати говоря, никакого разгрома полиции и ФСБ там тоже не состоялось, что еще раз доказывает, что против власти Пригожин вообще ни разу не собирался выступать. Как полагаешь, каким образом с Пригожиным будет развиваться дальше история? Ну вот сейчас мы так понимаем, Беларусь это такая ссылка-тюрьма, из которой выбраться можно только по разрешению Путина, и выбраться может быть куда-нибудь в сторону Африки, если опять же дадут разрешение. Потому что, как справедливо было сказано нашими предыдущими комментаторами, это такой аппендикс и тупик, все блокировано, границы перекрыты, а границы с Россией перекрыты уголовным делом, которое не прекращалось. Сегодня об этом пишет коммерсант со ссылкой на генпрокуратуру, и он по-прежнему остается фигурантом, по-прежнему расследует, но очевидно, чтобы как раз не выпустить его обратно. Что будет с Пригожиным дальше? Станет рыбу ловить там в озерах мест? Ну, я на самом деле, во-первых, конечно, надо подождать. Мы уже за эти дни все поняли, что всегда полезно с окончательной выводами не торопиться, а подождать, а все свои выводы украшать словами «я думаю, может быть», «не уверен, что» и другими прочими сомнениями. Потому что те, кто все эти дни с большим энтузиазмом рассказывал, как оно есть на самом деле, они все ошиблись. Потому что все оказалось не так, к сожалению. Что касается Пригожно, я думаю, что, во-первых, ему действительно долго жить не придется. Во всяком случае, пока жив Путин, потому что согласие с предыдущими ораторами, такое не прощается. То, что Путину пришлось выступать с каким-то обращением, говорить, что всех накажут, а потом выяснилось, что всех не накажут, это, конечно, позорище. Почему Лукашенко? Я думаю, что Лукашенко был единственный человек, который был способен выдать Пригожно хоть какие-то гарантии. Потому что гарантии чиновников российской власти ничего не стоят. А Лукашенко какой-никакой, но президент какого-никакого, а государство. Мы, конечно, все не признаем Лукашенко, но назовем его так, что это человек, который контролирует территорию Республики Беларусь и органы власти там. То есть, находясь там, под его гарантией, действительно, до тех пор, пока Лукашенко будет считать, что он ему нужен, этот персонаж будет там более-менее жив. Но у меня есть, так сказать, моя личная теория, нечем не подтвержденная, чем он может заняться. У Лукашенко колоссальные проблемы с армией. Армия Беларуси маленькая, недееспособная, призывная, и поэтому не вызывающая никакого доверия Лукашенко. Случись что? Случись вторжения в Беларусь каких-нибудь, не знаю, подготовленных на войне украинской сил оппозиции, полка Калиновского. Не очень понятно, как с ним будут сражаться. Дубинками как бы их не разогнать. И мне кажется, что Лукашенко мог ухватиться за мысль, что раз уж, так сказать, вот Пригожин теперь в России больше не нужен, даже опасен, токсичен, не взять ли его себе и сказать, ну раз тебе нечего делать, давай-ка сколоти-ка мне тут вот такой вот ЧВК, чтобы у меня было хоть что-то на случай, если в Беларусь вторгнутся, ну, действительно, вот люди, которые хотят свергнуть Лукашенко. А есть у Лукашенко еще одна газель с четырьмя миллиардами наличных? Я думаю, что тут есть такая вещь, называется, жить-то хочешь, дорогой дядя Женя, если жить хочешь, то вот давай. У нас тут есть тюрьмы, там сидят уголовники, уголовники в Беларуси тоже есть, отморозки в Беларуси тоже есть, как мы уже, к сожалению, убедились, и белорусы тоже. Поэтому действительно вполне возможный сценарий, что, так сказать, Пригожин получит карбанш и будет формировать для Лукашенко там вот такую вот ЧВК, в кавычках, которая будет заниматься и подавлением восстаний, ну, а на случай вторжения, так сказать, сядет в танки и поедет навстречу Поку Калиновского отбиваться и спасать, так сказать, задницу Александра Григорьевича. Ну, ты знаешь, мы сегодня утром как раз задавали этот вопрос Валерию Карбалевичу, политологу из Беларуси. Он как раз исключает этот вариант, потому что Лукашенко страшно боится, видя то, что Пригожин может быть самостоятельным игроком, видя его решительность там и так далее, этого в Беларуси невозможно себе представить, говорит он. Может быть и так. Эта теория, так сказать, моя, но тут ведь есть один фактор очень интересный. У Пригожина, безусловно, были какие-то амбиции в России, но какие у него могут быть амбиции в Беларуси, где он абсолютно чужой человек, непонятно. То есть, а мы, между прочим, видели, что Лукашенко любит опираться на чужаков, на Караева, на другого. У него есть целая там была плеяда персонажей из России, выписанных, которые у него как раз занимались каранием белорусов. И мне кажется, в эту плеяду вполне вписывается Пригожин, у которого выбор-то небольшой. Или служить верой и правдой Лукашенко, ну или его просто прикончат довольно быстро. Или российские спецслужбы, или белорусские. Потому что на самом деле Лукашенко тоже есть, я думаю, спецслужбы, и он известен тем, что ликвидировал своих противников. И думаю, что если Пригожин и будет каким-то образом жить в Беларуси, что-то там делать, то будет он это делать под полным, тотальным контролем каких-то приставленных к нему людей. И шаг влево, шаг вправо будет считаться как бы побегом. И его просто схватят, сдадут в Россию, или там кончат в первом же лесу. Да, операция по захвату Пригожина, в смысле, долгое время в розыске. А, кстати, его в розыск же, по идее, должны объявить в России. Если он под следствием, если... Ну, Химонян же вчера объяснила, что, так сказать, закон закон, а вот если очень хочется, то не закон. Поэтому я бы тут не ждал никаких действий. То есть, в принципе, это удобный статус, подвесить его на веревочке. Во всем окружающем мире он, значит, преступник и враг. В России на него уголовное дело. Есть только одна серая зона, в которой он может существовать. Это самая Беларусь, Лукашенко. Пока Лукашенко его там готов держать и что-то ему позволять, он там будет существовать. Одно невовкое движение, и он, оказывается, или там, условно, его сдают или в России, или в Гагу, или в Украину. И, в общем, не очень понятно, где теперь ему больше будет хорошо. Подозреваю, что, кстати, в Гаге. Но туда его Лукашенко не сдаст. Ну, в всех случаях, пока.